Извечные классические вопросы. Что делать? Кто виноват? Быть или не быть? Театральная студия ДК «Красная Поляна» задала еще один. Что значит быть человеком? Ответ узнала Лариса Панина. Детская театральная студия «Плюс» представила на суд зрителей спектакль по сказочной повести Медведева «Баранкин. Будь человеком». Во-первых, это такой материал, ну, понятный для детей. Ну, все-таки понятный, он даже по первому плану такой понятный. Вот, заставляет заниматься в воскресенье. А я не хочу, потому что воскресенье – это воскресенье. И давай поищем человеческой жизни легкой, да, в воскресенье. Устав быть человеком, легкой жизни искали два друга. Баранкин – его роль исполнил Денис Князятов. И Малинин – Александр Алашеев. Поочередно превращаясь в воробьев, бабочек, муравьев. По принципу, птичка божия не знает ни заботы, ни труда. Однако оказалось, все не так примитивно даже в жизни микромира. И жучки, и паучки испытывают чувства сродни человеческим. А что же значит быть человеком? Считаю, что быть человеком – это значит быть трудолюбивым, быть послушным. Быть человеком – это значит быть собой. Человек сам сокровище. Человек. А ведь человек действительно звучит гордо. Еще не выйдя из роли, сначала ребята отвечали пафосно. Потом интонации сменились на менее театральные. Должен быть трудолюбивым, учиться хорошо, слушаться родителей, потом, да, и быть самим собой. Человек должен обладать милосердием. Человек должен помогать другим людям. И не только людям, но и всем остальным. Даже букашкам, бабочкам, воробьям, животным. Человек должен. Человек, в отличие от машины, есть чувства. Милосердие, доброта, дружба. Он должен быть мудрым. Честным. Трудолюбивым. Он должен помогать природе. То есть мы показывали то, что человек порой не замечает, какие качества есть у бабочек, тех же самых букашек. То, что они тоже испытывают определенные чувства. А трудно ли быть человеком? Нет. Нет. Не очень трудно. Ну, если человек сроду такой, значит, ему не трудно. Очень даже сложно. Особенно настоящим человеком. Тебе трудно быть человеком? Ну, не очень. Жюри, обсуждая работу режиссера и юных актеров, отмечали постановку как образцовый школьный спектакль. Воспитательные задачи, поставленные педагогом, выполнены. Удачно подобрано музыкальное оформление, хорошая компоновка материала. Как коллектив, представляющий полноценный спектакль, ребята, это 20 человек, выступили в первый раз. Для большинства это премьерный выход на сцену городского театра, но жюри оценило их перспективность и игру. Для исполнения этого материала нужен игровой азарт, который, я считаю, что если он воспитывается в театре, то это, в общем, основа основ. Вот есть кайф от игры, вот есть азарт, вот это замечательно. Режиссер Елена Грехова ставила перед ребятами вполне конкретные задачи. Во-первых, становление театрального коллектива как коллектива, как команды, да, и объяснение, что такое система оценок актерских, да, партнерства, то есть на сцене, вот, и действия. Они с этим справились, они молодцы. И, в общем, ну, вот те задачи, которые я ставила по формированию вот этой группы как коллектива, да, с которым можно все больше и больше и дальше и глубже работать, да, Ну, я считаю, ну, молодцы, вот мы справились, вот, молодцы. Молодцы, они у меня хорошие игровые дети. Вот. Ну, с премьерой так? Спасибо. Не могла не поинтересоваться у ребят, что же такое русская классика. Я с детства читаю книги Александра Сергеевича Пушкина. Это самая уже русская классика и есть. Когда в первый раз пошла в первый класс. И что прочитала? Ну, разные, уже не помню. Ну, вообще, я помню, что это был Александр Сергеевич Пушкин и еще другие поэты. Ну, я считаю, что русская классика – это не только Пушкин, Лермонтов. Это вообще русские писатели, которые сочиняют что-то и для взрослых, и для детей. В прошлом году я играла роль Варри в «Ленинградской ночи». Это была военная тема. Это можно назвать русской классикой? Я считаю, что да. Мне кажется, что русская классика особеннее, чем другие произведения. В ней есть мораль. Как нужно жить. Правильно. В этот день на фестивале были представлены еще несколько спектаклей. Коллектив детской школы искусств «В свете рампы» руководитель и режиссер Галина Крыгина показали постановку про Иванушку-дурачка. Гоголевскую ночь перед Рождеством представила четвертая школа. Поэзию Бродского – театр «Розыгрыш» из Пушкина. Лариса Панина, Дмитрий Жуков, Александр Михайлов, телекомпания «Лобня». Редактор субтитров А.Семкин